Девушки отдыхают Как лично мы на это надеемся Прежде чем мы начнем, хочется напомнить Наше мнение может не совпадать с вашим мнением Мнением разработчиков и даже с нашим собственным мнением Потому что оно прежде всего максимально объективно И не зависит от чьих его предпочтений и плюсов Первое, что хочется упомянуть Это то, что серия Horizon впервые посетила ПК-платформу Ранее игра выходила эксклюзивно на Xbox А вот хорошо это или нет, каждый решит по-своему Зависит от того, сколько денег вы способны тратить на игры И напрямую от вашей видеокарты Для комфортной и скорее даже красивой игры Потребуется устройство не ниже GTX 970 Говоря о семействе Nvidia Хотя если вы не брезгуете низкими настройками И готовы постоянно наблюдать откровенно уродливую картинку Что для гонки с большим открытым миром Где местом действия была выбрана Австралия Довольно весомый минус На высоких и даже средних настройках Horizon действительно довольно хороша Красивейшие пейзажи, великолепная атмосфера Отличная работа с освещением и очень высокая детализация автомобилей При желании, конечно, можно притраться к графике Хотя так же можно сделать и в любой другой игре Поэтому смысла мы в этом особо не видим Давайте лучше поговорим про физическую модель поведения транспорта Это ведь как-никак гонка Мы не назвали бы ее идеальной Но для аркадной гонки весьма не дурно Все же, некоторые виды транспорта все равно похожи на утюги Особенно это чувствуется в грязи и в песке Да, мы понимаем, что там почти нет дороги И местность совсем не предназначена для наших железных коней Но дело тут в том, что так себя ведет не только какой-нибудь BMW M3 Но еще и пресловутый баги или внедорожник Последний, к слову, ездят так и по асфальтированной дороге Конечно, это все не означает, что ездить прямо совсем плохо В принципе, физика и движение всех авто в игре довольно комфортное Особенно учитывая то, что Horizon вынуждена воспользоваться физической моделью псевдосимулятора Forza Motorsport Отсюда-то и ноги растут Самих автомобилей в игре огромное количество И вновь возвращаясь к их поведению на дороге Хочется вспомнить, что конкретного отличия между автомобилями одной классовой категории Вы особо не заметите Если, конечно, вам не захочется покопаться в подробных настройках тюнинга И не подстроить каждый авто под себя Проблема лишь в том, что большинство игроков, предпочитающих аркадные гонки Далеки от такого тюнинга И поэтому, как уже упоминалось ранее Пересев, например, с какой-нибудь Toyota Supra на Nissan 350Z Игроки разницы почти не заметят Другое дело Lamborghini, Ferrari или другой любой экзотик Чувствуется мощь, скорость и драйв А, например, внедорожники или багги Подпрыгивая и играя подвеской на барханах и кочках Доставляют отдельное удовольствие В целом, за езду можно поставить твердую семерку Но это, как мы уже говорили, скорее проблема старшего брата в лице Forza Motorsport Horizon же совсем о другом Не о скучных кольцевых гонках по однотипным трассам Хотя тут, конечно, на любителя Не о контроле каждого поворота и тайминга вхождения в эти самые повороты Нет, серия Horizon создана для того, чтобы расслаблять И погружать в теплую атмосферу курорта и праздника Для наслаждения каждым новым пейзажем Для чувства отрешенности от реальности В мире игры нет практически ничего, что могло бы вас напрягать Или того, чем бы вы могли быть недовольны Приятная музыка на любой вкус Потрясающе разнообразная и невероятно насыщенная природа Австралии Нетипичные для аркадных гонок состязания и маршруты в них А также нестандартная роль, отведенная нам То есть игрокам Дело в том, что мы теперь являемся с вами не совсем участниками Мы без малого и есть организаторы знаменитого фестиваля Horizon Но не спешите мечтать о перспективах и возможностях новоприобретенной должности Все, что нам дают делать, это выбирать Например, спросили нас А как мы думаем, в каком же месте лучше проводить следующий фестиваль? Выбираем из двух вариантов И чувствуем себя организатором? А вот и нет Выбираем радиостанции, которые будут основными на данном фестивале И снова нет ощущения важности управленца Кстати, можно еще и настраивать сами ивенты Объясняем Доехали мы до точки Где, собственно, начинается самогонка Выбрали ее И, о чудо! Мы можем настроить новое Какое захотим Эээ... На деле это выглядит совсем не так, как звучит И удобно лишь для онлайна Конечно, интересно проложить свой маршрут Точнее, изменить его Интересно выбрать тематику самого заезда К примеру, автомобили 60-х Или легенды кино Все это здорово Но очень ограничено Нечто похожее было в Drive Club В испытаниях Там нашему клубу нужно было проходить определенные ивенты Для повышения рейтинга среди других клубов А сами испытания были созданы другими игроками и клубами А тут просто понты Реально, так и есть Можно просто покататься с другими игроками И все Просто так Мы, конечно, заработаем денег и опыт И тут мы как раз и переходим к самой провальной, по нашему мнению, части игры Хотя то, что мы являемся организаторами, а не участниками По сути, уже проблема и есть Рассказываем почему Деньги и опыт нам почти не нужны вовсе Из-за нашей новой роли нам это все ни к чему Мы как бы выше этого Ведь подумайте сами, для чего мы вообще играем в игры Помимо интересного сюжета, интересных персонажей или захватывающего нас геймплея Независимо от жанра, это также еще и испытание и развитие Ради чего мы это все проходим Ради чего мы стараемся Должен быть стимул идти дальше Нас должен захватить сам процесс Где-то мы идем к власти Где-то мы прокачиваем персонажа Где-то мы зарабатываем деньги Где-то мы просто пробираясь через ютейший хардкор Добиваем наконец этого чертового босса Получаем желаемую награду И ощущаем наконец то самое чувство самоудовлетворенности Мы становимся на минутку очень важными и значимыми Вспоминайте, у каждого ведь были такие ощущения Мы все это как раз к тому, что в Horizon такого нет Для нас это очень плохо Для кого-то это может быть и хорошо Не спорим Но вы прийдите сами Участвуем мы в очередном заезде Проигрываем Пытаемся вырваться вперед Усердно идем к первому месту И вот наконец Почти перед финишем Вырываясь вперед Пересекаем черту И вот оно Вроде бы то чувство лидерства Но буквально через несколько секунд после Крутим какую-то рулетку Где нам рандомно выпадает Lamborghini При том, что сейчас была Примерно Десятая гонка по счету Потом посмотрим на деньги Вспоминая, что уже крутили такую же рулетку ранее Выбив там в общем около 200 тысяч Понимаем, что денег нам хватает на еще какой-нибудь дорогущий спорткар Ага, в гараже ведь еще томятся парочка другая железных коней Потому что нам их раздавали бесплатно За улучшение площадки очередного фестиваля И вот тут так как раз и становится немного грустно Хорошая гонка, это конечно отлично Но ведь в ней должен быть еще и какой-то челлендж Но его тут практически нет Многие скажут, что Horizon не про то Horizon про атмосферу и все такое Да, мы согласны Мы лишь говорим, что нам было безумно скучно Когда нет смысла быть первым Кстати да, гонка не считается проигранной Первым быть и правда не обязательно Какой смысл от гонки вообще? Лидерство нам ни к чему Деньги нам не нужны Что нам делать? Просто кататься по огромному красивому миру Проходя различные испытания Гонки и чемпионаты Просто ради того, чтобы расширить границы нашего фестиваля Увольте Это действительно скучно Так что в этот раз мы надолго на фестивале Horizon не задержимся Максимум покатаемся по красивейшей Австралии Полюбуемся красотами и поедем в какой-нибудь другой виртуальный мир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова